Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. В этом видео сделаем теханализ биткоина. Он снова пробил 60 тысяч долларов. Посмотрим на эфириум, почитаем ваши комментарии. Пишите, кстати, в комментах, какую монету мне проанализировать. Задавайте вопросы. Все это я читаю. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. И хочу показать вам сразу свой торговый аккаунт на 640 тысяч долларов. Прекрасно. 150 тысяч долларов было в прошлом году. А еще несколько сотен тысяч вывел из этого аккаунта для разных инвестиций. XRP 4%, Google плюс 1,8. Это перед выходными. МСРТ, биткоин, 59 тысяч 940 долларов. Один день остается до закрытия недельной свечи. И все выглядит хорошо. Смотрите, высокие торговые объемы. Стохастик направлен вверх. Тоже хорошо. Криптогурбот, которого вы можете получить на моих курсах по криптотрейдингу, держит сигнал на покупку, который он дал еще в феврале прошлого года. Но он такие крупные движения отслеживает. Биткоин-индикатор-бот дал сигнал на продажу и покупку пока не давал. Бычий флаг, большая чашка с ручкой. Халвинг, 560 дней. После халвинга, 560 дней. Это должна быть вершина бычьего рынка. Опускаемся на дневной. Здесь у нас нисходящий канал. И здесь биткоин нашел поддержку примерно на 53 тысячи. Нисходящий клин, который хорошо отработал. Я там предсказывал. Внутри давление, давление вверх, выходим. Идем на 64 тысячи. То еще. Стохастик в перекупленности вниз разворачивается. Как я всегда показываю. Когда стахастик вверху, в перекупленности, то уже надо продавать. Особенно, когда двойная вершина. Вот здесь, когда в перепроданности, то там уже покупать надо. В перекупленности продаем. В перепроданности покупаем. Понимаете, да? Такая логика. Это хороший индикатор. Тем не менее, нужно искать двойную вершину на стахастике. Ждать ее на дневном. Также у нас тут большая W на биткоине. Но стахастик в перекупленности, это нехорошо. Опустимся на 4 часа. Здесь стахастика развернут вверх. Но все еще идет вверх биткоином. И похоже, тут еще перевернутая голова и плечи. И V-образное восстановление. Плечо, голова, плечо. И бум. На 64 тысячи идем. Такая у меня цель. По-прежнему две торговые идеи, которые тут я вчера давал, пока что остаются. Но хотя, более рискованный вариант я бы поднял на месячную поддержку. Сюда поставить. И более безопасный вариант я бы оставил тот же. Итого, первый вариант. 58,975. Стоп-лосс. 58,745. Риск 200 долларов. Заработать можно 46,200. Цель по тейк профиту 105 тысяч. Это на вершину бычьего рынка. Может быть и не вершину даже. Но там будет по-любому сопротивление сильное. Потенциально, если будет так же, как и после предыдущих халвингов, то вполне возможно, что биткоин будет стоить 269 тысяч. Если будет следовать той же логике, такому же паттерну. 280 процентов роста после халвинга. В общем, две такие торговые идеи. Первая. Цена входа 58,949. Стоп-лосс на 58,745. Риск 200 долларов. Заработать можно 46,000. По второй. Цена входа 56,167. Стоп-лосс на 55,478. Риск 688 долларов. Заработать можно 49,100. Серая метка справа. Это цена входа в сделку. Красная внизу. Это стоп-лосс. Зеленая вверху. Это тейк профит. Но пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. На Байбит регистрируйтесь, получайте бонус до 60,000 долларов. Хорошая биржа Байбит, моя любимая. Если вы неудачно торгуете на других биржах, или просто выбираете сейчас биржу, где торговать, то вот рекомендую Байбит. Затем проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь теханализу. Обязательно пройдите мои курсы. Прежде чем начнете торговать, сохраните больше денег, чем потратите на покупку курса. Те 333 доллара. И после этого присоединяйтесь к моему телеграмму. Перейдем теперь на мой торговый аккаунт. 640,500 долларов за неделю. Было 577, значит я заработал. 23 плюс 40, 63 тысячи долларов. Сделочка по биткоину. Вот, посмотрите, где я продавал, покупал. Продал на 65 тысяч, купил по 52, 57, 56. Ставка финансирования уже позитивная. И самая сделка в плюсе на 19 тысяч долларов. 18 993, 25% прибыли. Размер позиции 7,5 биткоинов. Вчера-то мне еще и платили по фандингу, но сегодня я уже плачу комиссию. И 19 тысяч долларов прибыли. Это моя разбивка по балансу. Биткоин 19%, USDT 31, Доджкоин 19%, MCRT 12%, Uniswap 8 и Ethereum 7%. Вот то, что я держу на этом аккаунте. Теперь давайте посмотрим на Ethereum. Или нет? Давайте лучше на общую капитализацию. Да хрен с ним. Давайте на Ethereum. 2416 долларов. В принципе, остается эта торговая идея. Зайти от недельной поддержки. Цена входа 2283, стоп-лосс 2200 и тейк-профит на 4700 долларов. Помните, серая это цена входа, красная стоп-лосс, зеленая тейк-профит. Это будет прекрасно, когда все это отрастет. Мы теперь посмотрим на общую капитализацию. Оценим общую картину. Это то же самое. Общая капитализация рынка. Все криптовалюты. Чашка с ручкой. Такой хороший бычий паттерн. Также у нас тут бычий флаг. Еще один бычий паттерн. Поэтому очень много таких бычьих формаций. Стохастик направлен вверх. Крипторынок-то будет расти. Тот симметричный треугольник тут еще. Внутри давление, давление вверх. Выходим. И проходим расстояние, которое можно измерить по основанию. Если мы посмотрим на дневной таймфрейм, то тут тоже видно хорошо. Вот смотрите. Цель определяем по этому симметричному треугольнику. То цель получается 2.8 триллиона долларов. Так что может быть хороший такой мини-булл уран. Но хотя может быть еще коррекция перед этим. Опустимся на 1.9 триллиона. И затем уже только выйдем из треугольника. Но сейчас все выглядит довольно неплохо. Готовимся уже к этому росту. На 4-х часах еще сверимся. Тут-то чутка так восходящий клин, я смотрю. Но не совсем. Как бы, но не очень. Это просто восходящий канал такой. Ну хорошо. Теперь давайте почитаем ваши комментарии. Джеймс, пожалуйста, не останавливайся. Привет, Джеймс. Спасибо тебе за твои видео. Ты делаешь фантастическую работу. Пожалуйста, сделай теханализ WorldCoin. И по утрам я танцую, кстати говоря, под твое интро. Посмотрим там, что еще просят проанализировать. И тогда уже сделаем. Я из Украины. Давайте еще комментарии, комментарии почитаем. Ну так что ты сидишь тогда в своих дубаях. Ребята, давайте жить дружно. Что вам боженька говорит? Не убивайте друг друга. Это первое, что он говорит вообще. Не уби им. Он не говорит вам конкретно, почему не уби им. Не убивайте, потому что защищаете кого-то. Или не убивайте, потому что из другой страны кто-то. Или не убивайте, потому что... Я не знаю, потому что вам не нравится кто-то. Он не говорит вам такого. Не убивайте, потому что... Потому что там зло. Или потому что какие-то войны. Или... Он же не говорит там, не убивайте, потому что... Вам Байден или еще кто-то сказал не убивать. Он просто вам говорит, не уби им. Если вы нарушаете это правило, то ваша душа будет гореть в аду. Целую вечность. Жизнь очень короткая. И наша жизнь это просто тест. Подготовка к тому, как вы будете жить на небесах. Вы там будете гореть водом. Вечность. Если будете убивать. Многие религии так говорят. Спасибо тебе, Джеймс, за твой контент. Посоветуй какую-то нормальную биржу, которая доступна в Штатах. Не запрещена. Пойдите в мой телеграм и спросите у американцев, кто там есть. Какая там биржа, которую они пользуются. Просто в телеграм переходите. Там прямо сейчас 145 трейдеров онлайн. Трейдеры торгуют, разговаривают. Хороший телеграм чат. Вы таких вообще нигде не найдете. Самый лучший чат во всей криптотрейдинговой индустрии. Тут у меня много модераторов, которые все это чистят от спама, от всякой херни. Это самые лучшие трейдеры здесь собрались. И самый лучший контент в этом чате. Привет из Молдовы. Привет из Сербии. Привет, у меня к тебе вопрос. Как ты открываешь новую сделку на активе, на котором у тебя уже открыта сделка? Ну, я вам сейчас покажу, как я делаю. Если вы на биткоине, например, вот как в этом видео, я могу просто поставить еще один ордер. Вот, например, вот по более безопасному варианту. У меня уже открыта позиция. Но, например, я хочу добавить в эту сделку. Я могу поставить еще один ордер. 56, например. То, допустим, там еще на 5000 долларов. Если биткоин пойдет на 56, то эта заявка активируется. И я добавлю в позицию 1,7 биткоина. К этой уже существующей сделке. Вот так я добавляю. Можно ставить еще ордера. Не каждый раз биткоин дает 280% роста после халвинга. Каждый раз этот рост все меньше и меньше. Нужно тебе еще подучиться, дружище. На, тут еще комментарий есть. Типа ты знаешь больше, чем гуру. Запусти тогда свой канал, если ты такой умник. Все это, конечно, ничем не гарантировано. Но если мы посмотрим на график. Вот, например, это маркеткап биткоина. И каждый раз, когда халвинг. И после халвинга. Вот смотрите, я три халвинга тут отметил. Тут, конечно, может быть и сложно будет разобраться, потому что сложный какой-то график. Но я вам объясняю. Смотрите, вот халвинга 2016 года. И посмотрите, после этого халвинга, тут прошло 560 дней до вершины бычьего рынка. А, извините, тут по-другому было дней. 520 дней. Вот это вот, смотрите. Тут бары. Да, хочу лишнее просто убрать. Ну, короче, неважно. 518 дней тут было до вершины бычьего рынка. И рост тут был 290%. Затем, халвинг 2020 года. 560 дней. Вместо уже 518 до вершины бычьего рынка. Давайте посмотрим, где была первая вершина. Это сколько заняло? 330 дней. По второй вершине. Это 567 дней. И рост показал биткоин тут 745%. То есть, посмотрите, тут 8000% было роста. А тут 745% роста. 560 дней. Но как я это все измерил? Я измерил расстояние от этой вершины до этой вершины. Сколько там прошел биткоин? По вершинам, так сказать. А здесь, если отработает на 5,2 триллиона вершина, а пока что мы идем 147 дней. Но вершина, скорее всего, в сентябре 2025 года. Потому что общее расстояние это 560 дней. А мы пока что 147. Короче, это вот моя калькуляция такая. Может быть, оно не прям один в один совпадет, но такая теория. Давление, давление, Джеймс. Но не забудь в итоге фиксануть на 64. Хотя бы 70-90% от своей позиции. И начатый в очередной раз лол. Я сформировал довольно крупную позицию. На 430 тысяч долларов. Ты красава. Привет тебе из Пакистана. Сделай теханализ Аптаса. Сделай, пожалуйста, гивауэй. В Ютьюбе и Твиттере. Джеймс, можно ли поговорить с тобой через личку? Мне пишут много в личку, поэтому лучше контактируйте со мной. Через Телеграм. Через Телеграм-чат. Или пишите в комментариях здесь. На Ютьюбе. Почему ты не торгуешь биткоином на фьючерсах? Я торгую на споте и торгую на деривативах. Я торгую с плечом. С плечом торгую. Вот, например, эта позиция у меня. Она с 20-м плечом на биткоине. Плечо тут 20-е. А это позиции на споте. На спотовом рынке. То, что я держу. Вот. Ну что ж, на этом все на сегодня. Уже, наверное, про все, что хотел, сказал. В основном напоминаю, что под видео полезные ссылки. Курсы там. Биржи. И комментарии еще хочу показать от своих студентов. Я купил твои курсы несколько месяцев назад. Уже заработал кучу денег. Купил Харли Дэвидсон. Купил Виллу за полмиллиона долларов. Пунта Кана. Хорошие курсы. Покупаю дом за 2 миллиона долларов. Благодаря видосам Джеймса. Я зарабатываю просто мешки денег. Благодаря твоим сигналам. Прекрасно. Всем спасибо. Проведите это время с семьей, с друзьями. Цените эти моменты. Любите друг друга. Отдыхайте. Отдохните даже от трейдинга. Если хотите, можете торговать, конечно. Но можете отдохнуть. Где-то прогуляться. И увидимся завтра.